Без цвета больше не останемся. Работы по строительству резервной линии электропередач в Южной Осетии вышли на финишную прямую. Она предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения республики. Все основные работы завершены. Уже на новой неделе республика будет подключена к новой линии. Строительство кабельной линии по станции Северный портал на южную сторону переходного пункта почти, можно сказать, завершено. Все работы выполнены, штольни все сделаны, кабель протянут. Естественно, кабель испытали, после этого было пробное включение 31 числа. Все прошло успешно. Сейчас доделываем кабельный лоток перекрытия автодорожного тоннеля и остались закрыты крышки. Кабель покрашен уже огнезащитной краской и все сделано. Функция это включение, чтобы резервная линия всегда работала. На подстанции бывают дежурные постоянно. Он получает сигнал, когда отключается основная линия и автоматически включает резервную линию. Это все происходит в течение 10 минут переключения кабеля на резервную линию. Российская электроэнергия поступает в Южную Осетию по единственной лэб Северный портал ЗАУ. Из-за профилактических ремонтных работ частых аварий на линии жители неделями остаются без света. Сводом в эксплуатацию резервной линии эта проблема останется вправо. Энергетики и заверяют, сегодня было последнее плановое отключение электричества в Южной Осетии. Заканчивается монтажная работа, вот на этом переключательном пункте, где были установлены три разъединения. Один из резервной линии, другой существующий, а третий, который будет на джаву. Сегодня мы должны завершить эти монтажные работы с полным погашением в республике и, наверное, уже это последний раз. В дальнейшем у нас будет резервная линия, которую построили через тоннель Лёгский. Об этом знает президент. И мы обещали, что мы завершили его в Дюр-2. И как раз вложились в этот график. Председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики, заслуженный энергетик России, человек, который участвовал в строительстве Заромакской ГЭС, отметил, что за качество работ уникальнейшего сооружения можно с уверенностью поручиться. В случае, если на основной линии электропередач произойдет авария, резервную линию подключат максимально быстро. Максимум час. То, что на дороге потеряют, на дороге время потеряют, так переключить его, что это буквально 5 минут, даже не задерживаться. На дороге надо будет время потратить. Там на подстанции поставили дежурные на Северном портале круглые сутки. Все это контролируется, и нагрузка, и качество электроэнергии. И мы будем работать наши ребята, наши диспетчера. И будем переключать сразу это много времени. Кстати говоря, если мы исключим постоянно вот эту линию резервную, то практически отключаться не будем. Уже скоро давняя проблема жителей Южной Осетии будет решена, и перебои электроэнергии останутся в прошлом.